Без молитвы никуда. Главное правило православных спортсменов. Вот и перед автопробегом, который посвящен празднику и храму покрова Пресвятой Богородицы, участники отслужили молебен. Каждый в путешествии по Самарской области ищет что-то для себя. Борец Алексей Мельник хочет побывать в знаковых самарских православных местах. Одна из остановок – мужской монастырь в селе Виновка. Земля наша Самарская очень богата православными моментами. И когда православие, так сказать, делает такие пробеги и делает свои правильные шаги, это больше всего, так сказать, духовно поднимает. Кандидат в мастера спорта по водному полу Константин Добров признается – дорога в спортзал у него всегда проходит через храм. Морально уверенность дает, спокойствие и веру в себя. Программа автопробега максимально насыщена семинарами, тренировками, мастер-классами и, конечно, молебнами. Обязательные службы, как и положено, будут проходить утром и вечером. Ведь заниматься душой нужно, как и телом. Постепенно, последовательно и постоянно. Уверен Иоанн Мохов. Протеерей отвечает в Самарской епархии за здоровый образ жизни прихожан. В духовной жизни все время ты сталкиваешься с каким-то необходимым фактически боем с самим собой. Духовность предполагает сражение. Здесь в спорте тоже. Поэтому какие-то вещи очень близкие. То есть сильный человек, он в первую очередь к нами рассматривается сильный духовно. А сильный духовно должен быть и физически крепким человеком. Автопробег стартовал. Отворот Покровского собора финишируют у храма Спиридона Тремифутского в День народного единства. За четыре дня команда священников и спортсменов с агитацией за веру и здоровый образ жизни побывает в Новокуйбышевске, в селе Никольское Безенчукского района, в Сызрани, в Виновке и в Тольятти. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.